Иееаааааааааааааааааа Привет ребята! Это Ромузыка, ну что все подводят итоги года Я решил тоже, пора бы уже итоги подводить и вам и нам и с вами вместе в комментариях обсуждать Ну а сегодня я решил обратиться к премудростям, которые нужны при выступлении вживую И в том числе и записи в студии Вы знаете у меня была и есть рубрика Короли фанеры Самое первое видео называлось Короли фанеры Еще не существовало рубрики, я назвал первое видео так и рассказал об артистах, которые умеют выступать так, что на самом деле люди не знают, что они под фонограмму. Это был топ не фанерщиков, а людей, которых вот сложно отличить, но они очень профессионально умеют пользоваться фонограммой. Сегодня я нашел топ исполнителей, которым не нужен автотюн. Не фанера, а автотюн. Это тоже довольно применимый, особенно в последнее время, средство для, так сказать, выравнивания вокала. Артисты встраивают его и в микрофон, и во время выступлений, во время записи студии, так и вообще молчу. Всем так или иначе приходится прибегать к какой-то порции и какой-то степени автотюна. Ну вот мы сегодня посмотрим, что это за артист, которым не нужен автотюн совсем. И проверим, совпадает ли этот список с нашим топом и с вашим топом. И вы со мной потом поделитесь, что вы думаете по этому поводу. Итак, давайте начинать. Поехали! Итак, топ артистов, которым не нужен автотюн. Давайте посмотрим и поделимся мнениями. Сэм Смит на 12 месте. Да, у Сэма Смита с живыми выступлениями все очень хорошо. То есть он, у него довольно четкое такое интонирование. Особо никто его не слышал фальшивящим. Есть огромное количество людей с очень хорошим слухом, которые вообще не фальшивят. У меня есть такие знакомые, друзья. Которые не фальшивят, даже если они сбиваются. У них может сорвется голос, у них может что-нибудь просвистит, прохрепит. Но тональности, всегда все нотки будут соблюдены. Вот такое точное интонирование. У меня наоборот все. Я, как только я волнуюсь или еще что-то, я начинаю, значит, елозить, фальшивить и бегать по нотам. У Сэма Смита все не так. По сути, любое выступление, которое нам попадется, он везде поет отлично. Келли Кларксон. Да, тоже такая отличница. У нее очень запоминающийся знаковый тембр. Ой, прям вот она... Если вы где-то услышите голос этот мощнейший, скрипотцой, вы сразу скажете, Келли Кларксон. Интересный выбор. Да. Да, интересный выбор. Молодец. И до сих пор держит свой голос в потрясающем состоянии. Мне это очень нравится, что она свидетельствует с собой. Ух, молодая. Очень чувственно поет и учится, собственно, на иконах вокала. Поэтому и владеет всеми вот этими чувственными, хорошими приемами. Очень много песен классных в Йорсе. Да, миловато. Я бы и вот не сказал, честно говоря. Мне кажется, да, миловато частенько так, знаете, съезжает с тональности или фальшивит. Ну, я уже не говорю про срывы на высоких нотах. Это совсем другая тема. Но можно ли ее считать исполнителем, который, в принципе, не нужен автотюн? Ну, как вы думаете? Давайте посмотрим, что-то еще за выступление подобное. Даже здесь было не совсем точно, наверху. Но я думаю, что не нужен автотюн имелось в виду в более таком общем смысле, что типа те, которые поют классно, которым не нужно намеренно поправлять вокал. Тем интереснее посмотреть выпуск. АДЕЛЬ 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 как раз, по-моему, из таких вот эмоциональных исполнителей, она все время... Она все время подшучивает, что если она фальшивая, то это значит, что эмоции попали в горло. То есть это значит, что она волнуется, значит, что она прочувствовала песню. По сути, так и есть. Мы не обращаем внимания на фальшивые пения АДЕЛЬ, на фальшивые ноты, периодически. Но, вот знаете... Я бы не сказал, что ей не нужен автотюн. Она довольно частенько плавает по нотам, и она сама это знает. Часто об этом говорит. Ну, такой выбор, да. Это этот парень... Блин, мне нравится Skyfall вообще. Да, когда у АДЕЛЬ был альбом, все кругом каверили. Студенты, в университетах, на конкурсах. Песня АДЕЛЬ. Артистам нужно чем-то питаться. Молодым исполнителям на ютюбе нужно чем-то питаться. Не каверить же рэп. Поэтому вокалистам нужно вдохновение. Нужны артисты, которые за голосом. Торик Элли, сразу скажу. Вот у нее, по-моему, идеальное интонирование. Она... Такие знакомые у меня тоже есть. Которые поют, и настолько точно они попадают в ноты, и вот ходят, делают все эти пассажи, что такое ощущение, что у них реально автотюн в голос встроен. То есть это так прикольно слушать, и с одной стороны не хватает вот этой живости, вот этой вот неточности, а с другой стороны так классно, когда идеально все четко. Вот у нее прям... Иногда прям по-роботски звучит вот именно точное ее пение. Вот она сейчас так спела, прям как будто металлический какой-то переход. Но это вот она просто спела, это не автотюн. Вот тут... У нее прям металлический. Я, конечно, не могу повторить так классно. Не хватает ей промоушена, конечно. Она слишком, видимо, такая прилежная, примерная девочка, не готова рисковать, поэтому немножко ушла в тень. Хотя ее голос отвел бы ее довольно далеко. Тоже самое, слышите? Отлично. Джесси Джей да, тоже где-то около. Ну да, все кругом пели Price Tag. Нет, наверное, ни одного каверщика, который не пел Price Tag. Четко, да. Она абсолютно уверенно себя чувствует на сцене и с голосом у нее все в порядке. У меня аж мурашки пошли. Хуй уар хорошая песня. Селин Титанеон. Да, она тоже крутая. Как интересно, что видео о том, что артистам не нужен автотюн, а вот в этом выступлении, я думаю, в частности, был применен автотюн при обработке вот этого пререкорда, под который поет Селин. Ииии, there's nothing I feel. Вы слышите, можете услышать. Нужно ухо. Я знаю, что не все могут услышать, и за это все меня корят, и на реакциях там про Димаша Кудайбергенова или еще про какие-нибудь про кей-поп. Это не значит, что вы просто не слышите и это поправимо. Вот у нее есть здесь металлический призвук. Послушайте. Здесь, конечно, совсем маленькая доза автотюна, но, блин, когда слышно его, это уже не маленькая. Вот здесь. Это все под пререкорд. Show Must Go on пела Селин Дион на одной из церемоний после смерти одного из своих родственников. Тоже под фонограмму. Я не представляю, как бы она это смогла вживую спеть, находясь в таком состоянии. Тиго, и твои сердца беда. Марай Каррия тоже не согласен. У нее довольно обработанный вокал на ее студийных записях, особенно в последние годы. В ранние годы карьеры возможно ей не нужен был автотюн, она прекрасно все попадала. Если косячила, она просто не пела и уводила микрофон, поэтому мы не слышали съездов особо никаких. Но она тоже живой человек, у нее тоже эмоционально съезжают частично ноты. Тут хорошее выступление подобрано. Кстати, не такие уж и старые, буквально вот несколько лет. Ну да, нет, нет. Ну, я бы не сказал, что не нужен автотюн. Так же и Леональд Льюис. Леональд Льюис так еще чаще, наверное, съезжала с нот и так любила немножко косячить. Конечно, это все потрясающие вокалисты. И в таком глобальном смысле можно сказать, что их можно прекрасно слушать без автотюна, это будет услада для ушей. Но вот именно в техническом смысле если подходить, я бы не сказал. Ну, по сути, это, знаете, топ исполнителей, а не это просто топ хороших вокалистов. Бульонса хороший вокалист, да. Особенно раньше была. Я думаю, она и сейчас хорошая вокалист, она это немножко копит, хранит на случай, если ее вокал снова понадобится. Сейчас она пока что читает рэпчину и хип-хопит, хип-хочет, хип-хопчет. Она умеет немного изменять мелодию и вокальную какую угодно, какую хотите, такую изменит. Чтобы спеть так, как она может, если она не может, она не поет. Поэтому у нее срывов-то не так много и мы не слышим особо фальши, потому что она умеет. Ну, вот это, я думаю, это пререкорд. Это уже тема вечная. А вот тут она пела вживую, поэтому тут так все немножко. Это Грэмми, по-моему, тоже. У нее там все трясется. Знаменитое фанерное выступление Love on Tap. Естественно, она здесь не... спела все идеально. Стоп! Неожиданно. Джей Пи Купер. Ну, это все такие студийные он тенор. Для него, я думаю, это несложный момент. В принципе, он хорошо справляется. Я бы не сказал, что это второе место, но я и не знаю вообще по местам тут ранжировано или нет. А на первом месте у нас... Брэнда Наури приятно слушает. Иногда косячит он, иногда съезжает с нот. Нельзя уж сказать, что прям ему не нужен автотюм. Ему он не подойдет. Во время живого выступления его голос вместе с автотюном не сойдется, потому что стиль, в котором исполняются песни, немного другой. Даже если это какие-то поп-композиции, все равно это не будет нормально звучать с автотюном. Здесь нет никакого суперпродакшена, знаете, танцевального, где необходимо было бы точное такое попадание по нотам четкое, по секундочкам. У него есть возможность разгуляться. В принципе, да, Брэнда Наури молодец. Девушки его любят не только слушать, но и смотреть на него. В принципе, так и с каждым популярным и успешным артистом. Вот так вот получилось. Слушайте, вот такой вот топ. Ну что, как вам? Как вам кажется, честно ли? Выбраны артисты. Кого бы вы бы выбрали еще среди тех, кому не нужен автотюм? Как вы считаете вообще, что это значит? Что под этим понимать? Поделитесь обязательно в комментариях. Ну, надеюсь, вам было приятно смотреть со мной этот видосик и у вас осталось еще новогоднее настроение. А также до 31 декабря к Старому Новому Году вы можете на сайте ramusic.ru заказать наш рождественский мерч лимитированный. После 31 декабря он исчезнет навсегда и больше никогда не появится. Вот так вот. Отмечаем 200 тысяч подписчиков и отмечаем Новый Год. Мою самую любимую пору. Не знаю, есть ли у меня вообще любимая пора. Но, в общем, заходите. Я здесь оставлю два крутых видоса, из которых можете выбрать. Вы уже пропустили пару частей. Если это первое видео, которое вы смотрите, у нас уже было пара частей, я, может, их сюда и вставлю. Заходите, смотрите. Вы просили. Я решил в спокойной обстановке, мне тоже надо готовиться к Новому Году, я решил сесть и посмотреть интересные видосики и с вами, собственно, пообсуждать. Ну, а мы увидимся уже очень гибко. Не знаю, когда мы увидимся, я тоже хочу отдохнуть на Новый Год, поэтому, может, мы и не увидимся еще очень долго. Так что смотрите, пока можно. Ну, и все. Хорошего вам вечера. Бежите. Поставьте лайк. Всегда забываю. Поставьте. Что жалко? Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok